Вместе с покупкой специальный талон. Доказательство того, что ель приобретена законным путем. В эти предновогодние дни хвойные насаждения под особой охраной. В рейд под условным названием «Ель» вышли экологи в погонах. Сохранить в целости хвойные насаждения, исключить их незаконную вырубку. Ежегодно, в канун новогодних праздников, сотрудники карантинной экологической милиции проводят операцию «Ель». Откуда у вас елочки? Сосны местные, приднестровские. Живые сосны и елки, пушистые ветки и даже экибаны из хвои. Елочные базары в самом разгаре. Экологи в погонах контролируют каждую торговую точку, где продают хвою. Согласование с рынком, с налоговой инспекцией и с экологической милицией. Все, нам вот, у нас документы таможенные. Таможенная декларация, вижу. Правоохранители проверяют все документы на продажу. Самое главное – наличие талонов об официальной покупке на каждую пушистую красавицу. Талончики предусмотрены даже на небольшие хвойные ветки. Экологи поясняют, это своеобразный мини-документ. Для чего вам дали этот талон? Для того, чтобы, если меня спросят, где я взяла эти веточки, чтобы у вас было доказательство, что вы ее не сорвали, не срезали, не спилили, а купили. Во время рейдов с проверками экологическая милиция приходит и во все организации предприятия, на территории которых растут хвойные деревья. В Бендерах их больше двух десятков. Правоохранители вручают предписания. Верси писаться? Да, будет. Вся хвоя должна быть обработана известью. В противном случае должностных лиц ждет административная ответственность. Штраф может достигать более трех с половиной тысяч рублей. Цель нашего визита сегодня – выдача предписания вам о необходимости известкования хвойных насаждений, произрастающих на вашей прилегающей территории, дабы избежать каких-либо повреждений, спила, сруба. Операция «Ель» продлится до 1 января. Все это время экологи в погонах ведут усиленный контроль над незаконной вырубкой хвойных деревьев.